Салават Главные темы выпуска История освоения космоса Наша история Школьники города посетили уникальный музей Салаватского химического завода Наука и космос неразделимы Подтверждение тому до сих пор есть в нашем городе Цветок в степи и дух космоса Космические объекты есть в Салавате Их нашли и зафиксировали наши журналисты В будущем году Салаватский химический завод Отметит свой 60-летний юбилей Завод был построен в 1962 году А с 1965 на предприятии началось производство Высокоэффективного ракетного топлива гептила На сегодняшний день акционерное общество Остается в списке основных производителей продукции Для предприятий госкорпорации Роскосмос и Минобороны России Еще больше о предприятии смогли узнать салаватские школьники И моя коллега Алена Чернова Музей Салаватского химического завода Это уникальный архив предприятия От первых руководителей выдающихся сотрудников До старинных чертежей и некогда засекреченных документов Увидеть редкие экспонаты музея смогли салаватские школьники Накануне 60-летия полета первого человека в космос Ребятам рассказали, что эта история не только про один лишь химзавод Она про весь город История уникальная, потому что это уникальное производство С уникальными видами продукции И мы рассказываем в первую очередь о людях, которые построили этот завод Которые работали на нем Которые придумывали для производства что-то новое Мы рассказываем о видах продукции, которые выпускает Салаватский химический завод Рассказываем о нашей социальной жизни, о героях войны и труда Очень много мы занимаемся поисковой работой И результатом этой работы стал наш музей И в этом году выходит книга о нашем заводе, которая стала продолжением музейной работы Салаватский химический завод ведет свою историю с 1962 года Тогда совет министров СССР поставил задачу запустить производство высокоэффективного ракетного топлива гептила И оно стартует в Салавате в короткие сроки, уже в апреле 65-го По сей день продукция химзавода остается в своем роде эксклюзивом Наше предприятие гордится тем, что оно входит в оборонный комплекс нашей страны Оно работает на госкорпорацию Роскосмос и Министерство обороны Выполняет гособоронзаказ И оно является единственным предприятием, которое занимается выпуском ракетных топлив для наших потребителей Таким же поводом для гордости всегда была и остается кадровая политика предприятия Поэтому в рамках экскурсии с ребятами проводят не только научно-познавательную, но и профориентационную работу Вообще узнал, что такое Салаватский химический завод Раньше просто слышал, а сейчас узнал изнутри Оказывается, очень интересное производство, которое производит важные продукты для обороны промышленного комплекса России Оказывается, не нужно никуда далеко уезжать, чтобы найти престижную работу Можно остаться на родине и работать у себя дома В один день здесь сошлось прошлое, настоящее и будущее предприятия Ведь история Салаватского химического завода готова пополняться новыми именами Алена Чернова, Радмир Загедулин, телекомпания «Салават» В преддверии Дня космонавтики журналисты нашей телекомпании начали кропотливую исследовательскую работу Коллегам предстояло найти современные подтверждения связи Салавата с космосом Таких свидетельств несколько Впервые в Советском Союзе на комбинате номер 18 было запущено производство высокоэффективного ракетного топлива Улицы нашего города названы в честь покорителей внеземного пространства А фасады домов украшают барельефы на космическую тематику Еще один факт найден на старинных открытках В нашем городе был установлен памятник, посвященный всем тем, кто сделал звезды ближе Продолжение темы далее в эфире В 60-е годы прошлого столетия весь мир перешел в новую космическую эпоху Со знаменитого Гагаринского «Поехали» в Советском Союзе началась настоящая космосомания Улицы, парки и скверы получают имена первых покорителей космоса Города украшают стелы и памятники Увековечили память о тех событиях в Салавате Об этом знает далеко не каждый салаватец Более 20 лет на северном въезде в город был установлен памятник наука и космос Он изображал женщину-ученого и космонавта В конце 80-х годов к 40-летнему юбилею города был установлен знакомый нам и уже более привычный Зовущий за собой Салават Юлаев на своем верном скакуне В краеведческих источниках сохранилась информация, что памятник наука и космос был установлен в 1964 Его автор неизвестен, это серийная модель, которую устанавливали во многих городах Советского Союза Что она себя представляет? Прежде всего, это ракета по типу Р-1 То есть первая баллистическая ракета, которая была принята на вооружение в нашей стране в 1950 году после испытаний Которая окружена фигурами людей Во многих городах нашей страны были установлены такие памятники Но, наверное, только в нашем городе он получил название наука и космос Так, например, в городе Куйбышеве, тогда, до 1991 года, а после, в городе Самаре, где он и сейчас находится Он называется памятник покорителям космоса В 1986-м памятник был демонтирован в любом другом городе, о его существовании могли забыть Но только не в Салавате, ведь история навсегда связала наш город с космосом Нефтехимический комбинат одним из первых начал производство ракетного топлива гептила И по сей день Салаватский химический завод входит в список производителей продукции для предприятий госкорпорации «Роскосмос» и Минобороны России Вполне логично, что памятник нашел свое место на территории предприятия «Газпромнефтехим Салават» В 1995 году благодаря Тезяеву Дмитрию Владимировичу, начальнику базы оборудования, его инициативе Памятник был перемещен на территорию общества, был реставрирован, установлен здесь Памятник на сегодняшний момент радует глаз работников общества Естественно, со своей стороны общество старается провести реставрацию и поддерживать его в хорошем состоянии Для того, чтобы сохранить память для своих потомков, так как это действительно является историей нашего города и теперь уже общество За годы перестановок мелкие детали памятника были утеряны Однако первоначальный вид фигур удалось сохранить Изменилась окраска, поскольку старый слой краски обветшал Сегодня вокруг композиции разбита клумба с цветами, установлена памятная доска Символичное расположение памятника подтверждает, что наука и космос и в Салавате по сей день неразделимы Алена Чернова, Олег Долгушин, телекомпания «Салават» Нетрудно догадаться, какие новые слова на башкирском языке мы с вами выучим сегодня Салават — звезда, Элхан — космос, Кояш — солнце Салават — город спорта, молодости, нефтехимии и космоса Для кого-то прозвучит неожиданно, но наш город на самом деле прямо-таки пронизывает космическую атмосферу Ее создает в том числе и внешний вид улиц и домов Наша съемочная группа внимательно пригляделась к Салавату и увидела его по-новому во всем космическом величии Казалось бы, мы не Байконур и не Королев И приблизиться к космосу в Салавате хотя бы немного можно, разве только забравшись на крышу Но на самом деле космос буквально вокруг нас Не каждому бросится в глаза, но если приглядеться, это становится очевидным Итак, бросим внимательный взгляд на знакомые виды родного города Взять хотя бы легендарные монументальные панно Многие из них, воспевая могущество государства и человеческих возможностей, касались темы космоса Например, серия с общей идеей на улице Октябрьской Здесь мы видим исторические этапы развития страны И высшая точка здесь – космические старты Ракета в углу панно «Родина-мать» передает эту мысль Взгляд у горожан предстают картины различных свершений Начиная от достижений в промышленности и сельском хозяйстве, завершая полетами в космос Или цепляющий взгляд – нарядная фреска «Комсомол» на доме 84 по улице Уфимской Здесь пять фигур показывают зрителю исторический путь молодежи Красноармеец – солдат Великой Отечественной войны Труженицы полей колхоза – монтажник-строитель и человек в скафандре – космонавт Без космической темы обойтись было просто нельзя в любом уголке страны Ведь прорывы в этой отрасли были не просто впечатляющими Наша страна была лидером по определяющим параметрам Первый космический спутник Первый в мире космонавт – Юрий Гагарин Первый человек, вышедший в открытый космос – Алексей Леонов Первая женщина-космонавт – Валентина Терешкова А потому славу покорителям космоса поют и многоквартирные дома Вот, например, надпись, о которой многие не подозревали На одном из домов по улице Ленина Не обошлось без космической темы и на панно «Прогресс науки и техники» Знакомая взгляду практически каждого фреска посвящена состязанию природной стихии и человека Внизу обыграна связь науки и производства Космонавт несет звезду Звезда символизирует покорение космоса Вот что значит достать звезду с неба Хватает звезду с неба и герой монументальной резьбы на доме 27 по улице Гагарина На композиции, кроме космонавта, раскрытая книга «Колосья» и «Солнце» Космонавт совершает подвиг покорения звездного пространства А помогают ему в этом наука, труд соотечественников и даже сама природа Кое-какие объекты ушли в историю Например, изображение героев в скафандре в углу дома 18 по бульвару космонавтов Или стела, посвященная покорению звездной бездны, которая когда-то красовалась на северном въезде в город Старожилы помнят и тематическое оформление зала ожидания в автовокзале Стремление человека постичь звездную бездну звучит и в названиях Бульвар космонавтов, улица Гагарина, поселки Спутник и Юлдаш, что с башкирского переводится как «Спутник» И современный мир венцом развития видит изучение космоса Это видно и по объекту стрит-арту первого лицея под названием «Наука» В мечтах у юных создать особую летающую шлюпку, чтобы браздить звездное пространство А это заявка на будущие этапы постижения космоса Зульфия Суергулова, Олег Долгушин, телекомпания «Салават» Поехали! Эфир продолжит специальное интервью, гостем которого стала Елена Евгеньевна Шорсткина Главный специалист отдела по работе с персоналом Салаватского химического завода И снова о теме космоса, предстоящего юбилея предприятия И об особенной книге группы салаватских авторов Не переключайтесь! Елена Евгеньевна, здравствуйте! Здравствуйте! Очень приятно вас видеть в нашей студии Буквально в прошлом году состоялось открытие музея Салаватского химического завода Чем сейчас живет музей? Ну, сегодня музей живет активной жизнью Он стал излюбленным местом всех торжественных мероприятий на заводе Мы приглашаем туда гостей, подрядчиков, учащихся образовательных учреждений Сейчас идет активная подготовка к 60-летию юбилея полета в космос Юрия Алексеевича Гагарина И план наших мероприятий плавно перешел в план городских мероприятий На встречу юбилею И сейчас идет этап реализации этих мероприятий Музей активно участвует Недавно у нас были школьники Первыми были наши дети, дети наших работников Это было настоящее семейное дело Когда вместе с детьми, родители знакомились с историей своего завода родного Вместе участвовали в космической викторине То есть музей живет, он пополняется В этом году очень активны были наши спортсмены И количество вклубков просто зашкаливает У нас появились новые экспонаты Это воспоминания наших ветеранов Это автографы знаменитых спортсменов с различных соревнований То есть музей живет обычной музейной жизнью То есть он географически находится на территории завода, я так понимаю? Да, он находится на нашей территории Ну то есть как бы попасть туда, к вам Проблематично, но можно Но можно, да И даже нужно Да, и вот недавно были у нас учащиеся первой гимназии Мы не только провели для них экскурсию Но и провели целую профориентационную беседу И ребята были просто в шоке Узнав, что работает вот в нашем городе такое предприятие Такая престижная работа И совсем не надо никуда уезжать Из Салавата, чтобы построить свою карьеру Сейчас мы реализуем план мероприятий Посвященных 60-летию юбилея первого космического полета Который вошел в городской план И подарком для наших горожан будет 12 апреля По нашим улицам пройдет очень красивый, стильный трамвай Который оформлен в стилистике праздника В космической стилистике Вот это подарок от завода нашему городу Мы готовим экологический десант силами работников нашего предприятия Ну, как только позволит погода Мы собираемся прийти на реку Белую И, в общем-то, облагородить ее берега То есть это целый пласт мероприятий Больших и маленьких Которые сделают нашу планету лучше Как того хотел Гагарин Ну, я хочу вот процитировать Дело государственной важности Нашего химического завода Является производство ракетного топлива Как мы понимаем Что-нибудь изменилось За столько много времени Ну, как занимались делом государственной важности Государевым делом Как говорил когда-то Петр Первый Так и занимаемся Сейчас происходит у нас окончание проекта реконструкции производства Что позволит сделать производство более эффективным Более технологичным и безопасным Как в плане экологии Так и в плане охраны труда Также идет поиск своей ниши Своих продуктов В прошлом году Нас постигла пандемия Очень неприятная И появилось на рынке Огромное количество фальсификатов Дезинфицирующих средств Которые таковыми на самом деле не являются Мы же имеем великолепную базу Которая позволит сделать продукт Безопасный, эффективный И соответствующий Всем необходимым нормам Ну и конечно же Топливо Это остается нашим главным продуктом Здесь идут поиски Новых технологий Новых топлив Ну и забытых старых Таких как Нафтил и Сентин Елена Игоревна Ну вы сегодня у нас как бы с сюрпризом Я так понимаю Что к юбилею Выпущена еще и книга Расскажите немножко о ней Книга стала продолжением Нашего музея Музейных изысканий Музейных поисков Потому что очень часто За пределами музейных экспозиций В загашниках Остается самое интересное Это личностная история Это воспоминания Тех, кто Приносит в музей экспонаты Наши авторы Чистяков Юрий Иванович Ветеран предприятия Зыкина Раиса Фаритовна Известный журналист Ваша коллега Они попытались соединить Как Хронологические Тематические Так и личностные подходы К повествованию И вот появилась эта книга В которую вошли истории О людях в первую очередь Потому что история предприятия Это история Тех, кто на нем работал Мы долгое время Собирали воспоминания Надо отметить Что время уходит И к сожалению уходят те Кто строил завод Кто занимался пусковой наладкой Уходит ощущение того времени А без прошлого Нельзя осмыслить настоящее И взглянуть в будущее Поэтому мы искали Искали тех, кто что-то помнит Что может дать нам для книги Какие-то фотодокументы И вот эти воспоминания Легли в основу этой книги Очень важно, чтобы книга Не просто была интересна Но ее было приятно взять в руки Чтобы она визуально Тебя привлекала И здесь большое спасибо Мы должны сказать Издательству, нашим партнерам Которое взялось за реализацию Издание этой книги Это информ-реклама Город Уфа Они пытались все наши желания Все наши идеи Воплотить И я думаю, что им это удалось Книга Она Интересна даже Посмотреть на нее Елена Игорьевна Ну, ваше предприятие Оно в любом случае Как это с советских времен Говорят Оно закрытое То есть очень многие вещи Были засекречены Мы это понимаем С чем это связано А были проблемы При создании этой книги? Конечно Проблемы были При создании книги И при создании музея Потому что Ничего практически нет Ни фотодокументов Ни тем более Видеодокументов Все собирали по крупицам Но самое главное Остались люди Ну, золото тоже у нас Собирается по крупицам Да, да, да Остались люди Которые помнят У которых Это стало частью их жизни Поэтому Ну, вы так Тепло рассказываете О книге У меня одно ощущение Это как Про желанного ребенка Когда рассказывают Вот такое ощущение У меня с вами Ну да, только Родили мы за два года Ну, что сделаешь А что примечательно Вашей жизни Связанного с космосом? Лично у вас Лично у меня Я родилась на улице Имени Гагарина Это в городе Архангельске Родом находился В 60-е годы На улице Гагарина А первым местом Работы здесь В Словатии Была школа номер 15 Которая находится На бульваре космонавтов Так Сейчас я работаю На предприятии Которые относятся К госкорпорации Роскосмос Мой дядя Военный летчик Он закончил Авиационное училище В Балашове И первым местом Его службы Был 769-й полк Авиационный В Мурманской области Где с 57-го По 60-й год Служил первый Советский космонавт Мир тесен И как говорил Юрий Алексеевич Гагарин Нам надо беречь Такую На самом деле Маленькую И в то же время Такую прекрасную Планету Земля Елена Евгеньевна Спасибо вам большое За это интервью Приходите к нам еще Спасибо Обязательно Салаватцы Спешат получить Надежную защиту От коронавируса Они записываются На прививку Заполняют анкеты Проходят осмотры У врача И идут делать Заветный укол Как показывает практика Россияне доверяют Родной вакцине И медицине И доверие День ото дня Растет Ну просто-напросто Доверяю нашей медицине И хочу быть здоровой У меня и возраст Уже положен Хочется не болеть Вакцину Гам-Ковид-Вак Или спутник-5 Выпускают В упаковках Из пяти доз А потому Процедуру прививки Проводится Если у двери кабинета Собрались не менее Пяти человек Чтобы ценное Вещество Не пропало Так как вакцинация Рассчитана На пятерых человек Пожалуйста Граждане Которые были Заранее записаны Приходите На свое время Если вдруг Вы отказываетесь То отказывайтесь Пожалуйста Заранее тоже Потому что Если хоть один человек Не придет Четверых Мы уже отправляем домой После вакцинации Специалисты Не рекомендуют Три дня Мочить место уколы Посещать сауну И баню Употреблять алкоголь Или испытывать Тяжелые физические нагрузки Привитый Может ощущать Ломоту Повышение температуры И другие симптомы Это нормально Говорят врачи И пройдет Через пару-тройку дней На сайте Госуслуг В течение трех недель После первой прививки Ведется дневник Самочувствия А спустя 21 день Нужно пройти Еще один этап Чтобы быть Вакцинированным полностью Люди идут охотно прививаться У нас есть определенная очередь Мы обзваниваем пациентов Приглашаем на определенное время И побочных действий Или осложнений После вакцинации Зафиксировано На сегодняшний день Не было Антитела образуются Мы видим это по анализам А значит вакцина работает Говорят врачи И конечно В первую очередь Задуматься о надежном оружии Против ковид-инфекции Стоит пациентам Старше 65 лет Поскольку в первое время Почему мы прививали До 65 Было все-таки Немножко опасение Что новая вакцина Когда ее до конца Исследовали Поняли что люди Категории 65 плюс Нужно и обязаны Прививаться Для сохранения Своего здоровья Поскольку этот контингент Больше подвержен Имеет ряд хронических заболеваний Больше подвержен При течении заболевания Всяким осложнениям И для них вакцинация Это способ сохранить Своё здоровье Желающие сделать прививку От новой инфекции Всегда есть Так например Супруги Бояркины Рады что приняли Такое решение Все-таки мы С мужем Долго думали Долго думали И решили Про вакцинироваться Ну Хоть возраст И уже Приличный Но хочется пожить Хочется посмотреть На внуков Хочется посмотреть На правнуков Которые у меня есть уже У нас есть уже Поэтому Решили Про вакцинироваться Лучше подстраховаться И поспокойнее будет Жить Общаться Потому что Родня Знакомые Боюсь Вот сегодня 19 числа Следующая Будет проводиться Через 21 день За три первых дня Здесь поставили вакцину Более 80 жителей города В мобильном пункте Сделать прививку Может любой желающий Без предварительной записи Тут также проводят Осмотр и опрос Медики убеждаются В отсутствии Противопоказаний Если все в норме Пациент допускается К вакцинации Быстро И народу Не так много Говорят те Кто выбрал Для процедуры Мобильный пункт Просто в поликлинику Идти как-то Страшновато Там Всякие вирусы Кроме этого А здесь Я узнала Вконтакте Вот Вчера узнала Что будет здесь И пошла с утра У меня друзья Все привитые Я тоже решил Болеть не хочу И родственников Подводить не хочу Так что вот так Даже ребята Которые у них Этот Сахарный диабет И то прививались И так важный Для всех вывод Если вы желаете Сделать прививку От коронавируса Обратитесь в вашу Поликлинику По месту жительства Вас запишут И сообщат Когда будет Определена дата Также записаться Можно через госуслуги И теперь К списку Добавился новый способ Пункт вакцинации На городском рынке Он будет работать Каждую неделю С пятницы по воскресенье С 10 до 16 часов В бутике номер 18 На этом наш специальный выпуск Подошел к концу Увидимся ровно через 7 дней Берегите себя И тех кто рядом Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...